Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 976. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека, ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо. И дальше объявления. Просчитайте сами. Дмитрий, с праздником! Да хранит вас Господь! Игнатий Тихонович, несмотря на ваши титанические труды, самодачу и нежаление себя, скажу, чтобы и вы сами берегли себя. Вы нам, заблудшим овцам, очень и очень нужны. Сердечно обнимаю и кланяюсь вам в ноги. Вы мой духовный отец, так как именно через ваши проповеди был приведён ко Христу Иисусу. Наталья, честный Игнатий, мир вашему дому! Сегодня поехали на крещение, но батюшка вчера вечером только приехал из России и очень уставший был. Делал крещение только младенцам. Им около одного-двух месяцев, а мои дети большие. И он сказал, через неделю будет погружение в купель для взрослых, тогда и приедите. Вот так вернулись домой, детки расстроились, и женщины, которые меня подвозят, говорили о завтрашнем празднике. И вы как раз мне сообщение прислали, пояснение. Я ей переслала. При первом моём чтении Евангелия я обратила на слова Господа, внимание, «Сей истын мой возлюбленный, в котором моё благоволение». Ещё до первой беседы с вами я задумалась над этими словами, размышляла, почему люди этого, как мимо своих ушей и очей пропустили, не слышат Слово Божье. А потом как-то на вашем канале услышал проповедь у храма. Мне так понравилась она. На все сто процентов согласна с вами и скорбно. Сколько много в православии придуманного, и зачем всё это? Благодарю за молитвы. Дмитрий. Эх, Игнатий Тихонович, золотой вы человек. Дмитрий другой. Благослови Господи, Лапкина Игнатия Тихоновича, трудяга, которые раз в тысячу лет рождаются. Александр Тетюшев. Документальный фильм «Глаз вопиющего пустыни» или «Второе крещение Руси» режиссёр Юрий Малашин. Фильм «Открытие», фильм «Потрясение», фильм «Ликование», фильм «Вера», фильм «Надежда», фильм «Любовь», фильм «Спасение во Христе». Слава Богу! Спасибо создателю возмещательного этого фильма Юрию Малашину. Спасибо Господу за истинного воина Христова Игнатия Лапкина. Дай Бог истинному рабу Божьему Игнатию Тихоновичу и Лапкину всесильной помощи Божьей и долголетия его. Слава его! Господи, слава тебе! Ося! Здоровья Игнатия Тихоновича всем жителям Потеряевки. Посмотрел несколько роликов. Просто поражён глубиной знаний Игнатия Тихоновича. Просто библиотека ходящая. Очень близкая мне по духу философия. Долго искал таких людей-единомышленников. С удовольствием смотрю ваши ролики и слушаю Слово Божье. Слава Христу! Никита. Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа! У меня к вам вопрос, Игнатий Тихонович. Вы говорите, что рождён и свыше. Вывод из этого такой. Вы знаете Иисуса Христа. А вот вопрос, где находится сейчас Иисус и чем Он занят? Отвечаю я, Иоанна 16, 28. Я ушёл от Отца и пришёл в мир и опять оставляю мир и иду к Отцу. Иоанна 14, 3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. 2 Тимофея, 2, 13. «И если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Евреям 7, 26. Такого должен быть у нас первосвященник. «Святой непричастный злу непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес». Казалось бы, ну, какие-то вопросы, а то вопрос о Христе, где, чем занимается. Это вот запросто так, вальяжно привыкли обращаться в сектанты, так называемые свидетели Иеговы или другие. Православный никогда этот вопрос не задаст. Александр, на сегодняшний день связь с Тамарой и Анной прервана по причине замены номеров телефонов. Два года назад моя внучка была в Одессе и заходила к Тамаре. Анна тогда была подвижной и в храм ходила и в магазин. А Тамара с квартиры не выходила, нанимала женщину, которая убирала по квартире. Говорила, что физическая болезнь не страшна, благодарила Бога, что Господь не отнял разум. Вас помнят и любят. Я поехать к ним не могу, так как я сам болею и никуда из дома не отучаюсь. Мне признали ишемическую болезнь сердца, вставили в сердце кардиостимулятор, который поддерживает пульс сердца. Приписали мне диету и снизить физические нагрузки не более трех часов в сутки. Стал часто думать о смерти. Все ваши материалы и ролики смотрю, считаю и благодарю Бога, что с вами встретился. Это Александр Цихоцкий пишет. Если мне удастся связаться с Тамарой и Анной, я тогда вам сообщу. Спасибо, Христос, обнимаю и целую. Вот пишет Тор Варт. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня один вопрос к вам. Прошу отнестись серьезно, не посчитать меня за пса и ответить. В Евангелии от Матфея 24,14 есть такие слова. «И проповедан будет всей Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вопрос такой. Вы считаете, что Евангелие имеет право проповедовать всей Вселенной, только пять церквей, которые вы называете, или это могут быть и сектанты? Отвечая, проповедовать могут все, даже неверующие. Что до того? Павел говорит, «Я и тому рад, как проповедуют». Если проповедником могут быть только эти пять церквей с апостольской правоприемностью, то все люди на земле, обратившиеся от слов того же Баптиста, не из церков, и они погибнут, придется ждать, пока к этим народам придут представители пяти церквей. А если вы считаете, что Баптист может донести Евангелие до Людоеда в Африке, и он обратится, как это было у вас, то бывший Людоед будет причислен к Вселенской Церкви. Но тогда вы не правы в сравнении Баптистов с сущностью Корея Дафана Аверона. Тогда, получается, апостольская преемственность не имеет никакого смысла, и главным является дух и истина. Андрей Кураев говорит, что расслабьтесь, конца света не будет, так как мы православные ленивые. И пока мы не будем проповедовать всем народам, конец не придет, а проповедь сектантов ничтожно и бессмысленно. Давайте свое введение этого вопроса дайте. Я не являюсь ни попом, ни баптистом, ни из КГБ и так далее. Я думаю, отвечать некому. Ни фото, ни анкеты, ни имени, ничего нет. Отвещать и некому. И пустота. Если уже дожили до 107 лет, пишет там у себя, и не познали, где свет их детьма, и что лжец погибший есть навеки, то никакие ответы не помогут. Он отвечает, а фото и анкеты нет, потому что нет желания участвовать в сборе данных с населением для будущей щепизации. Какие ответы дают умные, кажется. Вам необходимы фотографии, реальное имя, чтобы люди знали, что отвечаете именно вы, так как вас уважают и ваше слово имеет вес. Потому к вам и обращаюсь с этим вопросом. Мне 33 года, может, и не все потеряно. А все-таки ни фото, ничего дальше нет, ни имени, ни... Вот я показал вот это нашего форума на форуме как раз на праздник сегодня. Преображение Господне на нашем православном форуме проповеди стихии. 2 Петра 11, 17. Ибо он принял от Бога отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас, и сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Преображение Господня на фаворе двунадесятый праздник от монахов. Быть может, нужен? Кто об этом спорит? Приятно рыбой из стола и пахнет. Но в чем смысл праздника далекой седины, что главное в той повести Матфея? В евангельских скрижалях до сих пор видны слова отца, гиганты, корифеи, апостолы, такие же невежды, простецы, без духа Божия, что говорят, не знают. Потом начнут вселенную трясти, поднимут крест голговский Иисуса знамя. Попытка первая создать монастыри преображенным Агнусом не была с печатью. Хотели их создать пока что только три, создать лишь прецедент в беде начаться. Глаз Бога сущего нас всеми и всегда, в Иисусе нам благоволение давший. Архимандритов всех пора свести сюда игуменов, исхимников, простых монахов даже. Пусть слушают глухие глухомане, что слушать надо обнаниаву, а Христа. Поверить в то, что глаз отчий не обманет. И вербовать монахи всюду перестать. Преобразиться в образ Бога человека, за ним идти в беснующийся мир. Тогда и сам ты под его опекой. За ним бегите с радостью и растрясите жир. Преображение тогда лишь только праздник, когда с Иисусом изгоняешь бесов, а не тогда, когда кадилам дразнят, когда отладана на них плывет завеса. Преображение, как повелит наставник, как Дух Святой преображает души, и исцеленные на проповедь восстанут, иначе бес глухой и в алтаре задушит. 19 августа 2010 года Матфея 17 2 и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. Преображение Христова просто чудо, оно никак не изминуло вперед учеников. Внизу беснуется обыденно, прилюдно, а там опрокинуть и уже лежит ничком. А им, троим дружкам, особо близким, так хочется учителю Иисусу угодить, три монастырька соорудить без риска, Илья и Моисей и Ава, господин. Какими были до, такими стали после, ни в чем и ни на его тук, небо не подались. Потом еще появится у них такой же ослик, и ринутся бежать, когда придет опасность. Преображение сердец у них наступит позже, день пятидесятницы, горницу разыщет. Вот тут и натянул возница туго вожжи, как пьяная, подумает, настоль все необычно. Огонь на головах почиет, разделился, и огненным дыханием отметились уста. Все проповедники такая вот харизма, преображение час для всей земли настал. Кипит и пенится незримое вино, усталость скинуть, так вожделеют губы. Быть может, кто и заглянул в окно, столь необычный шум обычно губит. Сопоставимость праздников так скоро нахожу, что православные почти не христиане. Въезжал в Иерусалим с Христом навозный жук, а сан на мне кричат из-под хвоста протянет. Кто не родился свыше и не преобразился, не может он увидеть Божье Царство намного. Больше чудо увидели в корзинке, а там народ беснуется. Чего же с ним нам цаскать? Но мы же православные, себе мы на уме, огонь нам благодатный икон мироточения. Нам бы христианами еще бы стать суметь, Христа не подменить, пусть из святыни чей-то. 6 октября 2010 года Наталья Спаси Христос Игнатий Тихонович, все правда, ничего не меняется, не каждый поймет вашу боль в этих стихах, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Интересно, эти слова сколько не считаешь и все думаешь, но те люди, которые современники Христа были, неужели этого не понимали? 2 Тимофеев 4,3,5 Слава Христу, всем поклон! Галина Влеська, огромнейший и полезнейший материал, а главное простой для понимания православной веры. Спаси Христос за ваши труды во благо Церкви Христовой. Вот звонят. Галина позвонила из Иркутска и просит пять экземпляров трехтомника Нового Завета. Я говорю только один на город. Больше не... Кончаются книги-то нету. Проходит время, сам заказчик мне позвонил. Ну, хотел подарить на день рождения, ну, хотя бы два экземпляра. Нет, прошу, пока я приеду 10 октября, проверю, сколько осталось. У меня стихи кончаются уже, книга стихов, поэтому один уже не на город, а на страну. Держу для тех. Вот попросили с Испании. В Испанию один экземпляр. Попросили в Австралию один экземпляр. Попросили, кажется, в Перу или Гватемалу один экземпляр. Больше нет. Никак. Их не больше 20 осталось книг. Всего. Так что, кто желает переиздать, я даю право, это напишу бумагу с печатью, ну, на определенных условиях. Какой будет тираж, десятину мне скинуть. Это уже мой материал. Он сверстанный, все. И фото дам, и, ну, все дам, все. Вот так. День вчерашний был, суббота. События дня какие тут. С Володей двое наши уехали Сергей Пупков и Виталий Калиников на соревнования с собаками в Бийск. Воскресенье сегодня ждем назад. Ну, что, баня была, богослужение в церкви. Вот так. День-то и прошел. Рыбачий два раза езжу на пруд, а потом надо почистить рыбу. Время-то и много уходит. Ну, и показать наши ресурсы. Мой мир это то, что я больше всего вот это уважаю и люблю. Очень хорошая система. Ни с какими ВКонтакте одноклассники близко не сравнишь. Вот. Преображение. Сегодня наш форум. Преображение Господня. Советую всем прийти на этот форум наш. Вот он, православный форум. Так вот, заглавьте по-русски. Православный форум Игнатия Лапкина. И найдете здесь четыре пропути, мы из разных томов модератор поставил из администрации нашей и стихии. Ну и православный видеоканал. Так вот, показать, что я сегодня поставил, сколько. Вот. Самое большое утро рыбалка. 110 человек посмотрели за один час. Для нас это очень много. В каком квадрате поиск вести. с Виталием считаем Гальяна. Четыре тысячи вообще. Четыре тысячи это запредельно много для нас. Это те, которые постоянно приходят. И во свете Библии православный библейский сайт. Вот. Вот. Хотел одну тему осветить. Ко мне заходит. Это у нас что? Сайт. Интересно вчера Библии. Сейчас я посмотрю. Сергей Библиин тут. Я посылал все время одного человека здесь. Сергей Бирюков священник. Хохотушка. Я вам посылал чтобы не говорилось что я его отвергаю. А он теперь написал не посылайте мне больше ваши стихи. Они наполнены духом превозношения. В них нет любви. В стихах нет любви. А у него есть. Он значит кодилы машет. Как собственно и вас. Вот как он не судит. нет. Мне не близка ваша деятельность наполненная протестантством. То есть вот кодила далее машет кормится от этого ну и все. Мне близко близко очень плохой как я близки такие как и я. Ближе они ему то есть он с ними балагурит все время смеется и нарочничный поп то православный я чем очень хороший сектант как вы как то есть мы лучше плохие свои чем я я сектант а вас я сниму видео которым расскажу почему вас можно считать сектой и если вы войдете в историю церкви то как как сектант и не дай бог раскольникам понятно что нагородил нагородил кое-как просчитал здесь это дело и все ему ничего не надо нету питается больше ничего нету а я теперь ясно что посылать ему не надо не надо а до этого я ему посылал чтобы он не сказал что я его зазирал и с места не движется мертвый абсолютно в упор мертвый себя показывает нигде не надо сектанты там протестанты ну посмотрел бы отзывы метрополитов епископов обо мне там сектант а что он сектант не такой как он а к ему приходят грешные многогрешные батюшка благословить зацелованные а еще суд впереди божий будет еще этого нету не верят неверующие попы просто мерзость одна вот выходит от них гонят и гонят людей в ад ни крещение правильно преподать ни крещение подряд все есть многие больные немало умирают ничего не понимают совершили что я могу сказать все сказано старался посылать все материалы глядеть а ему это не надо и мудрые норова хохочет все время хохочет когда надо плакать скольких людей погубил скольким людям путь закрыл царство небесное отними храм без храм пугало огородное делается никуда он не пойдет ни на благовестие ничего нигде нет а он снимет обо мне ролик значит чего-то я стою если обо мне ролики снимаете и фильмы государственные он даже этого не понимает а я о нем еще могу снять пук и нет ничего у него там только ткни пузырек один лопнул нет ничего а он тут может он не увидел ничего что здесь есть сколько людей к богу пришло как пишет доктор богословия павел бачков московская патриархата тысячи людей пришли из Игнатия к православию он ничего не видит берюков вот берюк вылез на минутку высунул нос таковски ты и был а тебе никто не составит ни положительного ни отрицательного почему мусор по реке и не страшно что такие люди и все зло которое идет сейчас все злобное такое православие это православие и что-то у него ролики какие-то ничего нету что-то книгу написал привел кого-то к богу нету ничего нету а вот кормушку нашел на этом остановился на этом на сегодня у нас все славу божию